МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, кто же заработал победой себе путевку на первенство Европы и мира, узнаем сегодня у наших гостей. В нашей студии вице-президент Федерации спортивной борьбы Панкратион Роберт Фордзинов и тренер по смешанным единогорствам Ибрагим Гасамбеков. Здравствуйте! Здравствуйте! Роберт, тогда как вы как вице-президент, начнем с вас. Расскажите нам, пожалуйста, о результатах, дайте свою оценку. Во-первых, мы целый год к этому шли. Вся сборная республика, которая сформировалась на первенстве республики по борьбе Панкратион, я считаю, удачно выступила. В том году послабее чуть-чуть, а сейчас она меня удивила. Мы не ожидали, что войдем в тройку сильнейших команд России из 47 регионов страны. Ну вот, Ибрагим, мы знаем, что вы были не единственным тренером. Вас поехали несколько человек, насколько мне известно. Расскажите. Да, вот по поводу даже Роберта, как сейчас сказал, я и в прошлый раз ездил на Россию, и в этот раз. И когда ехали, Роберт переживал, говорит, вот в прошлый раз вот так, нам, говорит, как минимум надо попасть в десятку сильнейших, говорит, спортсменов. Я говорю, Роберт, не переживай, какая десятка, говорю, в тройку войдем. Так и получилось, в троечку попали. А тренеров ездила, да, около пяти тренеров поехала с нами, разных клубов, сделали сборную, выехали в сборную. Насколько масштабные это были соревнования, в том смысле, что вот 800 спортсменов, это на самом деле очень много. Ну, так как принимала около 47 регионов, поэтому и количество спортсменов, и конкуренция была очень большая, и выиграть было трудно. Каждый боец провел по четыре, по пять боев, и я думаю, это очень хорошие результаты, чтобы мы попали в такую, в троечку вошли. Ну, вот Казань как приняла нас? Казань, в принципе, хорошо нас приняла, гостеприимный народ. В принципе, все прошло хорошо, это соревнованиях, и людям мне понравился хороший, общительный народ нормально. Роберт, вот вы сказали, что вам есть чем сравнить, потому что прошлый год был недостаточно удачным. Вот что в этом году получилось, а что нет, на ваш взгляд? Ну, результат удался, это самое главное. Целый год ребята к этому стремились, мы провели четыре турнира, прежде чем дойти до финиша. И тот результат, который мы привезли в республике, для меня это лично уникально и неожиданно, и меня это радует. И не только меня, весь тренерский состав, который с нами ездил, и всех тренеров нашей республики, которые приняли в этом участие. Спасибо. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, телефон, по которому вы можете дозвониться и задать свой вопрос, 54-26-73. Также вы можете смотреть наши прямые трансляции в социальных сетях, таких как Инстаграм и Фейсбук. Присоединяйтесь. Скажите, пожалуйста, вот о выступлениях все-таки наших спортсменов. Мы знаем, что в себя сборная вобрала ребят разных залов, не только вот того же Панчер, в котором работает Ибрагим. Можно немножко о ребятах, кого бы можно было выделить? Ну, мне понравился Гасанбеков. Как раз отец его здесь сидит вместе с нами. Уникально провел все бои. И он вообще выездной, постоянно на соревнованиях. Хороший опыт. Травмированный еще, да, поехал. Еще и травмированный поехал. По дороге гипс снимали. Да, также понравился, значит, боец клуба Сунжа, Марата Багаева. Так шел до финального. Это была вторая, это была бы золотая медаль еще в нашей копилке, но травмировал ногу и не смог дальше вести поединок. Немножко хочу напомнить, что вот как раз клуб Скиф, это достаточно новый клуб для нас, потому что молодой, ребята немного неопытные еще, но это результат хороший для такого начинающего клуба. Я думаю, это тренера заслуги Марата Багаева. И ребятки реально очень хорошо подрался его ученик. Он даже в полуфинал уже выходил травмированный и все-таки собрался и выиграл и стал в полуфинал, вышел в финал. А в финале, я насколько помню, он должен был уже выступать против Осетии тоже, потому что в этом весе в финал вышла Осетия. И он уже не смог собраться, потому что нога очень сильно была травмирована, и он как бы подарил. В следствии серебро? В следствии серебро. Вот хотелось бы как раз спросить, много разных клубов, которые с вами поехали, как всех получилось объединить в одну команду, такую сборную? Я понимаю, что вот как бы логически, если связать, то была республика, да, и соответственно впоследствии это поехали те ребята. Я думаю, это заслуги Роберта Казбековича. Расскажите нам о них. Ну как, он у нас, честно говоря, даже перед выездом, он создал такие сборы, где собрались и тренера, ученики между собой, чтобы познакомились все. То бишь, ребят, тренера-то знакомы уже с собой, чтобы, ну, получилась реально команда. Команда в чем сильная, когда она командой выглядит, в этом силы. Как бы вот он сколотил такую команду, провел пару сборов у себя в зале. Ну, вот как-то вот так у нас получилось. Снова такая дружная, мощная, сильная команда. По дороге уже приехали туда, ребята все за друг друга очень сильно болели, как будто все с одного зала. Мы приехали, уже представляли республику, но ребята болели так за друг друга, как будто они все с одного зала. Ну, в общем, как-то так. Не могу не спросить о соперниках. Вот, наверное, кто-то подготовился тоже хорошо, так как мы в тройке, значит, есть еще два места призовых. Расскажите нам о том, кто был нашим основным соперником, вот на ваш взгляд, кто подготовился прям очень хорошо. Ну, я бы не сказал основным соперникам. Все были основные, можно так сказать. Уровень очень хороший, очень хороший. Ну, если 15 лет развивался панкратион по России, это говорит о многом. А мы молодое направление от республики второй год подряд и удивили, можно сказать. Даже главный судья нас отметил как очень хорошая команда. Спасибо огромное, что вы ее привезли. Вот как раз вы немного опередили мой вопрос. Хотела спросить, что да, для нашей республики, вот для жителей в частности, панкратион на слуху совсем недавно. Да, вот для тех, кто все еще не разбирается, не буду спрашивать, что такое панкратион. Думаю, у всех есть интернет и можно почитать. Но немного о правилах панкратиона, если можно. Потому что вот я вас представляю как вице-президента спортивной борьбы, но это большое отличие, да, панкратион от спортивной борьбы. Либо, может быть, я ошибаюсь, немного о правилах, если можно. Но вот они кардинально другие. Ну, это дисциплина вольной борьбы, во-первых. Здесь, как мне один мой знакомый сказал, благородный вид спорта. То есть это не ММА, где внизу добивание. Хотя в панкратионе третий год, как добивание в гарде, в партере запрещено. Это благодаря Олимпийскому комитету, который рассматривает вхождение этой дисциплины в Олимпийский вид спорта. Они сказали, уберите добивание в партере. И нас это устраивает. То есть они переключились. Здесь есть, значит, в этой весе две дисциплины. Традиционный и классический. Традиционный он смягчающий. Где запрещены удары руками в голову. А в классическом можно, но работа в шлеме. И здесь может себя проявить и борец, и классик, и грепплер. То есть очень все интересно. Если ты слаб в ударной технике, то ныряешь, как говорится, в паттер. Кладешь своего соперника, и уже там забираешь эту победу. Я вас правильно подняла. То есть в скором времени мы можем рассчитывать, что панкрантион войдет в Олимпийский резерв? Ну да. Они уже рассматривают этот вопрос. Как бы уже на рассмотрение. Это все как бы правило подготовить для того, чтобы вошли в Олимпийский вид спорта. Вот насколько мне известно, очень часто девочки не ездят на соревнования. В этом году среди наших ребят были и девушки. Насколько я знаю, одна была как раз моя. Танисман команда. Да, это Цукаева Залина. Как так получилось? Была ли у нее соперница? Все-таки она выступала. И какой у нее результат? Хотелось бы поинтересоваться. Ну, соперница у нее травмировалась, она не смогла выйти. И у нас заработала путевку на первенство мира. Я думаю, сейчас будем готовить ее. Там, надеюсь, она побьется в душе. Ну вот это хорошая практика, что у нас наконец-то девочки начали выезжать. Ну, я бы сказал, это не хорошая практика. Потому что зачем девчонки вообще это все? Пусть они занимаются танцами. А, вот так. Да, потому что... Я поддерживаю, я уже говорил, мне этот вопрос в прямом эфире уже. Задавали мы вам неоднократно. Задавали мы вам неоднократно, да. Бывают, приходят, хотят и все. Ну, я считаю, не надо. Для девчонки зачем это? Гимнастика. Хорошо, я вас поняла. А вот тогда следующий у меня вопрос. Такое вот первенство мира и Европы, да, обсудим. Кто все-таки пробился, кто поедет, кто поедет в составе сборной? И если можно, немножко пофамильно, прям так кратко. Ну, первые номера, значит, попадают на первенство мира. Это, значит, Васильев Николай, Васильев Александр, Зарат Тибилов, Зукаева, Залина, Гасанбеков, Давид. И еще кто-то. С Клуба Восток. С Клуба Восток, Валиев Азмат. Валиев Азмат. Ну, это те, кто автоматически заработали себе. Бучевки на мир, да. А вторые номера? Вторые номера. Первенство Европы. Первенство Европы, да. Вот как раз, если можно, Ибрагим, расскажите нам, как теперь проходит подготовка, когда будет у нас первенство Европы и мира, и как вы готовитесь? Так, ну, сейчас прежде всего должен пройти чемпионат России, это прошло первенство. Сейчас мы в апреле собираемся выехать на чемпионат России, это приблизительно там число, в середине месяца апреля. И, ну, так уже, в принципе, назначены числа на февраль месяца, если я не ошибаюсь, что первенство мира пройдет у нас в Белоруссии приблизительно тоже около середины февраля. Но сейчас наша цель пока выиграть чемпионат России, подготовить хорошую команду, взрослую команду, которая, думаю, тоже покажет себя достойно. Также будет участвовать у нас еще одна девочка тоже, Схавребова Виктория. Я думаю, будут неплохие у нас результаты. Ну, вот из взрослых конкретно с вашего зала кого нам ожидать видеть? Конкретно с моего зала Схавребова Виктория. Готовитесь? Готовимся, только одну девочку везу, это Схавребова Виктория. Вы же против девочек? Ну, я против того, чтобы они тренировались, но если, например, я же говорил, мои двери открыты для всех. Если она выбрала такой вид спорта, тем более этот человек уже не один, не два, три года тренируется, у нее большая практика, около 12 лет уже она тренируется. До этого у других тренеров, за что я им благодарен, что они многое чего дали. Девочка пошла очень подготовленная, хорошая. Сейчас мы просто это чуть-чуть переделываем, добавляем туда борьбы, и надеемся, получится хороший смешанный единобой. Ну, смешанник хороший получится. Роберт, очень много тренеров, не говоря уже о залах, которые появились, и которые как раз представляют панкратион. Как вы справляетесь? Приходится же уделять всем внимание, как вице-президент. Вы со всеми видите, со всеми общаетесь? Ну, конечно, надо общаться. Республика маленькая, мы делаем одно общее дело. Если, например, брать, у нас каждый год проходит Турнир памяти Юрия Мизухова. Я еще сравнивал, позапрошлом году у нас всего было 16 клубов, участниц на соревнованиях, а в этот раз 24. Это говорит о многом. То есть в республике единоборство смешанное развивается. И без друг друга мы никак, мы одно общее. И стараемся дружить, да. А клубы дружат? Ну да, конечно, они бывают в гости друг друга уходят, на общие сборы. Бывает даже мы, и есть такое направление Греплин, которое возглавляет Алан Бирагов. И по субботам приходим все туда, ребята приходят, борются, обмениваются опытом борьбы. Что самое главное в наших единоборствах. Ибраким, расскажите нам, пожалуйста, вот судя по всему, на Цхавребову будет большой акцент ставиться. Вот, хотелось бы все-таки понять, как проходит подготовка, тренировочный процесс, и вот изнутри понять эту кухню. Отличается чем-то? Ну да, нагрузка отличается физической подготовкой. Просто еще такая у него база ударника, так как в панкроте не нужно обязательно, считаю, уметь бороться, потому что если попадается борец, то одной стойкой ничего не сделать, потому что если борец переведет тебя в партере, то, в принципе, ударнику делать нечего. И можно легко проиграть. И вот сейчас мы ставим весь акцент на борьбу, и девушка очень талантливая, быстро все свое, как губка, впитывает. Так что я думаю, все получится. Ну, акцент будем ставить на стойку, конечно. Но если переведут партер, поборемся. Ну и мы надеемся, что все получится. Спасибо. У нас есть первый дозвонившийся, давайте его выслушаем. Здравствуйте, будьте добры, представьтесь и задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Добрый. У меня зовут Суслан. Ваш вопрос? У меня такой вопрос. Что это со временем? Весперия, конечно. Но где наша молодежь может приобщиться к нему? Есть перспективы, чтобы чемпионат России провести в Северной Осетии? Спасибо. И чтобы показать молодежи, вот что это конкретно, забить спортом. Я надеюсь, что многие потом побегут за спортзалом. Спасибо. Имеется в виду популяризация? Ну, за это отвечаю. Спасибо. Чтобы заявку подать на проведение соревнований. Спасибо. Хотя бы чемпионат России. Мы вас поняли, спасибо. Спасибо. Вот планируется ли что-то масштабное в Осетии? Ну, так как это молодой вид спорта, нам еще надо показать себя на всероссийских турнирах, на чемпионатах России, на мире показать. То, что мы вошли уже в тройку, мы уже сможем присваивать какие-то звания, насколько я понимаю, вплоть до КМС, на таком уровне. Я думаю, скорым временем придет к тому, что чемпионат России когда-то проведется и в нашей республике тоже. Тут скорее вопрос популяризации. Имеется в виду, вот для людей, я же неспроста задала этот вопрос, для тех, кто все еще не понимает. Для меня, вот как для обычного жителя, это обычный вид спорта, я не понимаю, чем он примечателен. Вот, Роберт, тут скорее вопрос к вам. Планируется ли что-то масштабное именно для нас самих? Ну, нам бы хотя бы провести когда-нибудь из КФО для начала Северной Осетии. Будем к этому стремиться. Но у меня в планах еще также сделать один из турниров всероссийским, где будут уже регионы приезжать, где будет планироваться присвоение мастеров спорта. Это у меня в планах. Сейчас происходит какое-то там, как бы, в панкратионе реорганизация. Как это все пройдет, я буду разговаривать над тем, чтобы сделать здесь российский турнир ежегодный. В планах это есть. Тогда уже наша республика, наверное, в реалии увидит, может, нам они же будем проводить. Что есть такой вид спорта и что он очень перспективный. Красивый вид спорта, где можно и руки, и ноги, и борьбу связать вместе. Я хотела еще спросить, как вы заинтересовываете ребят? Вот я знаю, что, Ибрагим, вы преподаете, если можно так сказать, тренируете не только ребят по панкратиону, но также рукопашный бой, смешанное единоборство, ММА. Вот как получается так, вот может быть такое, что ребенок приходит на рукопашный, вы видите и говорите, вот тебе в панкратион. Бывает такое? Не, бывает. Вот, кстати, у нас даже были с Робертом по поводу этого разговора. В принципе, это все смешанное единоборство. Просто где-то уклон больше идет на ударку, где-то больше уклон идет на борьбу. Борьба тоже разная. Где-то греплинг, где-то греко-римская, где-то вольная борьба. И каждый тренер по-своему уже видит бой. И каждый тренер по-своему это преподносит своим ученикам. И со стороны он видит, допустим, ему пойдет больше там выступить во всестильевом карате, там или в ММА, там или в комбат самообороне. Кто-то видит своего ученика, допустим, даже ученик, допустим, если он заинтересован сам больше, зачем его останавливать? Нет, двигайся туда. Поэтому я решаю, ну не то, что я решаю, я подсказываю, говорю, что вот тебе лучше вот так, вот так, вот за это схватись, у тебя все получится. Как-то вот так и направляем. Прямо как дано, да, человек? Ну да, вот. Я вижу тебе дано, вот попробуй, постарайся, получится. А тут раз, выиграл, и все, ребенок загорается, ему нравится. А если ребенок фанат своего дела, тогда все получится. Я чуть-чуть перебью, значит, да, вопрос поставили, как бы, приходят в залы, приводят детей, но я всегда задаю вопрос родителям. Может, вам нужен другой вид спорта? Почему именно вот это, где борются, дерутся? Бывают такие случаи, что я перенаправлял их на то же фехтование. И сейчас даже прогресс едет. Мне родители звонят. Особенно девочек, наверное. Да, девочка, да. Есть такая Бекмозова Яна. Ее сейчас, может, уже в Осетии слышат. Вот благодаря, наверное, моей подсказке, отец всегда звонит, довольный, спасибо огромное. То есть, надо сначала подсказать родителям, может, вы не сюда зашли. Бывает и такое. Но бывает, вот прям хотим и все, и приходится возиться, учить. Как вы объясняете, не что такое панкратион, это понятно, да, но вот что, вот вашему ребенку необходимо. Он говорит, нет, я хочу, чтобы мой ребенок занимался ММА, а вы говорите, нужен панкратион. Как? Ну, я, допустим, сначала интересуюсь, в какой цели. И родители часто делятся там. Его в школе обижают. Я говорю, вы его привели сюда драться. Я говорю, мы не учим, чтобы дрались они на улице. Мы учим культуре, порядку, в первую очередь, чтобы они духовно были сильные, физически были сильные. А когда человек себе уверен, я думаю, и в школе, и в этом он уже, прежде чем вот в какую-то там ситуацию, там, экстремальную такую залез, и он уже подумает и будет смотреть на своего, как бы соперника, назвать уже, что он физически сильнее. Он обойдет просто эту ситуацию, зная то, что он сильнее, то бишь, воспитание. А вот как тренер, который работает в зале, можете мне сказать, вот тенденция идет подъем и рост вот данного вида спорта, либо все еще, может, с опаской ребята посещают тренировки, может, еще не понимают, что им это нужно или не нужно. Есть доверие к данному виду спорта? Вот насколько оно такое прославленное, популярное, чтобы можно было заниматься? Ну, доверие есть, потому что здесь, как говорится, благородный вид спорта. Обычно хотят здесь направление ММА, где идет в патре добивание, а здесь как бы это агрессивный вид спорта. А панкратион нет. Но это не значит, что лучше не заниматься этим. В дальнейшем, конечно, когда это хорошая база, панкратион хорошая база для ММА, кто потом захочет уйти в профессиональные направления, то есть здесь для детей уникально. Они научатся бороться, научатся, во-первых, падать, самое главное, все начинается с падения. Бороться. Поговорите, для детей, если можно, с какого возраста можно начинать? Во сколько приводить родителей? Я думаю, с 8 лет это уже нормально. Бывает, приводят и 5-летний хотят, но он еще не понимает, что это такое, куда меня привели. А с 8 лет он уже более сообразительный. Это нормальная возрастная категория. Роберт, вот я человек, который помнит, как было раньше, их не могу не спросить. Сейчас очень популярны стали разнообразные виды спорта, в том числе и панкратион, в районах. Так как раньше все было в городе, и, к сожалению, ребята с районов, они жаловались на отсутствие каких-то секций. Вот мы знаем, что есть вот этот спортивный клуб «Скиф», это в Сунже, а вот еще в каких-то селах у нас есть спортивные клубы, непосредственно панкратион. В Беслане, в Фарне есть клуб, в Алагире есть клуб. В Дигоре. В Дигоре. Он везде есть, в принципе. Где есть тренерский состав какой-то. Сложно, конечно. Есть такие поселки, где хотят видеть там панкратион, но нет возможности туда ездить. И финансирование бы, если бы было. Есть желающие тренера даже ездить, но пока не получается. Можно, например, какое село? Хотим в Ильхотово это открыть, хотим, например, в Майером Адаге это открыть, в Суадаге. То есть в отдаленных таких селах, да? Да. Но у нас все упирается в финансирование со стороны непосредственно. Ну, элементарно. Тренеру, чтобы поехать туда-обратно, это тоже как бы затраты. Плюс какая-то зарплата, да. Ну, к сожалению, пока не так все хорошо. Вот как раз о районных ребятах тогда не могу не спросить. Эти ребята попадают в состав сборной, выезжают так же, либо мы их как-то, может быть, отделяем. Если нет, то опровергните этот слух. Да нет, почему? Приезжают, приезжают, занимаются. И из Суадагира приезжают, тренируются здесь и даже. Выступают, да. То есть они все с нами. Кого возможности есть, они приезжают. Даже с Дигоры ездят на тренировки ко мне. Представляете? С Дигоры. Три раза в неделю. То есть у ребят есть желание, да? Да, это вообще было бы желание, остальное. В остальном мы все везде поможем. Это точно. Опыт есть. Скажите, пожалуйста, все-таки не ответили на мой вопрос по поводу первенства мира Европы. Если уже известно, когда и где, вот все-таки хотелось бы знать. Понятно, что будет чемпионат в скором времени, а после? В Словакии, значит, будет первенство чемпионата Европы 20 мая, значит. И первенство мира в Белоруссии. Ну, по какого числа, пока неизвестно. В ноябре. А, в ноябре, да. Я перепутался уже. И мы ждем, когда это все на сайт Федерации Центральная выкинет, чтобы мы познакомились. Положения еще нет. Начали готовиться? Ну, мы готовимся, да, уже потихоньку надо готовиться, чтобы потом это все не нагонять. Я думаю, сейчас чемпионат пройдет, и оттуда мы много чего для себя возьмем тоже. И будем уже знать, как нам готовиться. Потому что сейчас прошло Россия и первенство России прошло раздельно. А чемпионат мира и первенство мира, оно пройдет объединенно. И я думаю, сложим сейчас и первенство, как Россия у нас прошло. Сейчас как чемпионат у нас пройдет в апреле, и оттуда все сложим. И будем думать, составим какую-то программу и будем по ней готовиться. Хорошо было бы, конечно, нам базу, сборы бы сделать какие-нибудь, если бы нам вот так помог бы кто-нибудь с этим, было бы вообще замечательно. Ну вот вы сказали, что с вашего зала поедет Схавребова, а еще кто-то в сборной будет. И Гасамбеков Давид. То есть два человека представили Северную Сетью? Нет, это с моего только за. Да, а Северную Сетью кто представил? Северную Сетью. Сколько человек мне, количество хотелось бы сказать? Так, пять, девять человек по первенству. Пока уже, чемпионат еще не прошел. Еще с чемпионата сколько пройдет. Девять человек по первенству пройдет. Это первые и вторые номера. Мы знаем, что в начале января также была республика по Панкратиону, где вы сказали, уже более люди приняли участие, больше количества. Вот расскажите, пожалуйста, мы потом слышали массу отзывов о том, что организация была в принципе неплохая и так далее. На ваш взгляд, как все прошло для республики? Были ли болельщики, может быть, были жители, которые видели, как все-таки работает этот вид спорта? Ну да, мы провели его в селении Октябрьском. Огромное спасибо главе селения Октябрьского, что он пошел на нас встречу, помог. Все предоставили. Ну, провели, да, нормально прошли соревнования. Много людей было. Все хотели быть чемпионами. Это радовало. И я думаю, нормально прошло. Прошел чемпионат и первенство. Да, и болельщиков тоже немало. Я смотрю, родители тоже так же болели вместе со своими детьми. Вот я думаю, это заразительно, это все. А когда родители тоже так же болеют со своим ребенком, ребенок тоже развивается быстрее. И я вот замечаю, что с каждым разом, да, вот проводим этот любой турнир, да, там Мильзихова мы проводим, там Республика, там Безрайца, и Сопли мы проводили, мы турнир. И с каждым разом родителей становится больше и больше, больше и больше. И, в принципе, вот последний раз, вот на чемпионате Республики, соответственно, и растет желание, да? Да, соответственно, оттуда уже и людей больше занимаются, и узнают, что это за вид спорта. Как вы сейчас задали вопрос, да, то, что много, ну, как, чтобы узнали об этом виде спорта. Я думаю, мы придем скоро к тому, что и чемпионат России, дай бог, проведется, когда-нибудь в Осетии тоже. Спасибо, мы тоже на это надеемся. Роберт, Ибрагим, наше время подошло к концу. В конце традиционно у нас бывают пожелания, но так как завтра необычный день, это у нас случился траур в Кемерово, завтра объявлен национально-траурный день. И можно от вас, как от спортсменов, пару слов поддержки жителям Кемерово? Мы скорбим вместе с Кемерово, это трагедия. Мы помним Беслан, и нам всем очень сегодня как бы некомфортно, что такое произошло в России, соболезнуем родным, близким. Это наша общая боль российского масштаба. Я также бы хотел присоединиться к Роберту словам. Хочу выразить с Кемерово свои соболезнования от Осетии. Печально, конечно, что вот так маленький, в принципе, получился второй Беслан. Это очень больно, это родители, когда ребенок уходит вперед от тебя, это очень сложно, это очень больно. Хочу выразить свои соболезнования от всей Осетии. Спасибо вам большое. Мы с вами. Спасибо вам большое. Кемерово, Северная Осетия, скорбит вместе с вами. Это была программа «Время спорта». Встретимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин